Всем привет, дамы и господа, у микрофона снова мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, ну и мы, естественно, продолжаем проходить игрушку по названию MeForSpeed Most Wanted. Ну что ж, мистер номер 14 в черном списке по имени Тез, давай мы с тобой замутим небольшую дуэль. Две спринтовые гонки, это будет, я чувствую, изи-каточка. Ну, потому что спринты я люблю и спринты у меня лучше всего получаются. Так что, готовься! Подставляю свои сладкие булки, сейчас будет жестко. Ну, тачка, кстати, у него неплохая, я себе хочу ее забрать. Мне очень визуально нравится. Ну, давай! О, подзардоника! Мне кажется, Сони подзардоника гоняли. С номером 15. Что-то как-то, мне кажется, эта музыка станет гимном каждого босс-файта. Еще и дождик такой пошел прикольный. Ну, погнали. Так, это спринт, значит, у нас права на ошибку нет. Ой, ты что, дядя, сдурел? Ты что, решил не завтра притормозить? А, я понял, ты булочку свою сладкую подставить под меня. Ну, все. Мы тут уже поняли, да? Я сказал, поставлю булки, он так и сделал. Видите, это моя послушная подружка. Всегда готова исполнить мои просьбы. Как ты вообще до 14-го списка-то дошел, а, дружище? Максимум, блин, 30-е место тебе дал. И то, по старой дружбе, которой у нас никогда не было. Так, ладно. Церковушка. Не, смотри, он что-то решил внезапно вперед полететь. Что, обидно стало, да? Так и надо, скажем, из противников. Надо их унижать, оскорблять. Тогда они начнут более-менее впереди ехать. Даже немножко стараться, господи. Гребаные телевизючки, я как вас ненавижу, твари? Всегда портите гребаную малину. Вот всегда. Выскакивает самый ненужный момент. Ну ладно. Половина гонки пройдена уже. Уже. Прикиньте, да? Как быстро. Это странно. Они то отстают от нас, эти противники, то как будто догоняются сколько-то 300 км в час. Я не знаю, как это работает. Вот эта адаптивная сложность не очень веселая штука. Ну как будто, знаете, сейчас со скоростью 300 км в час летит. Что пытается меня догнать. Просто я тут 250 почти еду. Ну, 240, хорошо. Как бы, какое 250? 240. Тихо. Нормально. Он меня погнал, приколитесь. А ты не охренел ли, дядя? Вот не охренел ли ты, а? Ехал позади, а тут внезапно решил вперед выехать. Нет, так не пойдет дело. Нормально. Так. Книжная прямая. Надо бы выигрывать. Ай! Кто-то что, сдурел? Вот это интересно уже. Я требую матч-реванш. Так, ну что, давайте заново тогда. Это удивительно. 14-е вроде, казалось бы, место, да? А Тез внезапно показал, что он умеет все-таки ездить на машине. Нет, дядя, ну ты мне ее все-таки отдашь как-нибудь. Мы с тобой сейчас немножко пободаемся. Может быть, пару рестартов сделаем. Ничего страшного. Это нормальная тема. Делать рестарты в игре... Подожди, что за фигня? Вы тоже это видите сверху? А... Что это за текстура такая странная? Вы тоже это видите, да? Текстура сверху горы какой-то. Вместо зеркала заднего вида. Да так, давайте мы тогда ее быстро отключим. Что-то багануло. Ну, я на самом деле просто сейчас сворачивался, потому что опять всякие твари мне звонят. Да сколько можно? Надоело. Так, зеркало заднего вида. Давайте мы его просто вырубим и все. Я просто свернулся. Вот, наверное, из-за этого баг какой-то произошел. Просто выключу пока зеркало заднего вида, а потом его вырубим. А просто после этой гонки... Ооо, понятно все с тобой. Так, ну самой тоже. Но после этой гонки просто это... Как она называется? Игру перезапущу. Надеюсь, это все дело поправится. Так, Тасс, не надо, не надо, не надо. Победитель должен быть только один. Да что ж такое-то? Что-то мне кажется, даже экосистема этого города против меня настроена. Ладно, думаю, догоним. Так, а смотри, там была срезка, можно было в нее залететь легко. Она не такая уж и сложная. Вот нахрена он там поворачивал? Видели ли эту тачку трафика? Вот что он там... Там нельзя было поворачивать. Это не положенное место. Я, может быть, человеку, у которого нет прав, и который вообще ни черта не понимает в вождении. Но, блин, там нельзя было поворачивать. Охренеть. Сумасшедший. Вот так вот всегда эти... Как бы машины трафика в этой мостовонте, я помню, себя вели. Они просто берут и прям тебе под носом начнут поворачивать куда-то, перестраиваться с линии на линию. Всегда так. И типа это нормально. Ну ладно. Ничего страшного. Сложность как-то понизить здесь нельзя. Или повысить. Поэтому будем так обходиться. Рестарт так рестарт. Ничего страшного. Первый раз, когда мы с сон тут проходили, вообще ни одну гонку с первого раза пройти не мог. Это был год 2006, наверное. Тогда это вообще было в долинку, такие гонки прикольные. Так, вот где-то вот тут он меня начал делать, я помню, в прошлый раз. Ну да, он догоняет. Давайте мы тогда на встречку переедем. Чтобы ему, может быть, дорогу заблокировать. Ну, по крайней мере, попробуем. Погнали. Под Нефикса. Это Нефикс. Испанделис еще. А как трек называется, я не помню. Но мы приехали, кажется, все. Проклятие рестартов и в этой игре, я вижу, действует. Отлично. Мне подходит. Так, второй спринт остался. Погнали. Ну, как стильно. Подроцк. Так, тут сейчас срезка должна быть? А, нет, ее нету. Закрыли. Ну, обычно тут делают срезку. Когда в обычных гонках ты участвуешь. Вот в этом отрезке, рядом с университетом. Так, Тасс. Как-то... Давай немножко уступай вместо старшим, что ли, я не знаю. Опа. Булку подставил, все нормально. Теперь можно меня и пропускать. Уговор выполнен между нами. Да, блин, как ты так едешь? Я не понимаю. У него под машиной, как будто, я не знаю, там, реально танк. Как нам говорили в первом ролике, да, там Мия говорит, типа, у Резера там танк. А я еще шуткал, типа, у меня суббарина. Сейчас торпедами забомблю и потоплю твой танк, нахрен. Так. Ну, вроде нормально едем. Надо, чтобы машины трафика по пути не попадались никакие там. Ай, вот такая херня не происходила. Очень неприятная. Машину все-таки носит. Нам нужны шины просто новые. Эти шины, как бы, видите, вообще машину на дороге не удерживают. Ну, как бы, удерживают, но слабенько. Ну, нужны новые шины. Тяжко держаться в машине. Слишком легко в заносы залетает. Кстати, опасное место. И зря я так сделал, надо было по средству ехать. Атас тоже на средству не поехал. Лох! У тебя был шанс меня обойти. Ты мне воспользовался. Ну, вот и все. И вот, сейчас был шанс. А, хотя он далеко. Так что, никакого шанса у тебя не было. Щегол. А, телевизионщики уже хотели мне навстречу вылететь. Вот твари. Вот уже прям, вот видели, они прям чуть-чуть им не хватило. Хоть я на секунду медленнее, и все, я бы в них влетел. Гребаные телевизионщики, а? Как вас ненавижу. Но, тем не менее. Тез отправляется на пятнадцатую позицию, а мы на четырнадцатую. Нам тут хорошо. Мы тут сейчас и закрепимся. Так, ну что, тачку не заберем или нет? Я бы хотел забрать. По классике мы выбираем, естественно, тюнинг. О, подвеска, отлично. Ну и, например, центральный жетончик. А срочка кон... чего? Хрень какую-то взяли. Увлечение количества арестов, приводящих к конфискации машины на единицу. А-а-а. То есть у нас, как бы, может быть максимум три ареста машины, да, если ее вдруг арестуют. То теперь будет четыре. Ну, так себе на самом деле. Виктор Васкиас. Номер тринадцатый. Этот чувак сидит на тринадцатом месте уже целую вечность. Подняться выше ему слабо, а скинуть его вниз никто не может. Но он не так уж и прост. Да и за руль держаться умеет. Протянешь палец, откусит всю руку. Понял тебя. Будем, значит, аккуратненько с этим Виктором. Витек. В районе Петербурга... Петербург? Что за Петербург? Русский, что ли, я не понял. Машина у него тоже, кстати, красивая. Надо, блин, хоть какую-то тачку забрать. У Сони забрать не получилось. У Таза не получилось. Может, у Вика заберем? Может, Витек подгонит нам машину? Эй, крутой. Погляди. Видишь эту фишку? С ней ты можешь залезть в полицейскую базу данных. Посмотрим, что у них есть на тебя. Чем толще твое дело, тем дороже им обходится твоя голова. Скандальная известность? То, чего мы хотим. Ни фига, что это ты добыла? Это не для тебя. Ну, спасибо. А ты наглый. Но чтобы остаться в списке молодной наглости. А если совсем обнаглеешь, с тобой могут случиться неприятности, правда? Что, опять несчастный случай? Мия, я не понял, что у вас с этим типом, но я разузнаю, не могла ж ты в него втрескаться. Наверное, ты хочешь что-то с этого получить. Я прав, верно? Молодец, Мия. Скоро вы будете квиты. Я пошла. Позвоню тебе потом. Блин, эта девчонка просто молодцом. Вот это да! Тест тебя явно недооценил. Не дай бог ты сам однажды так ошибешься. Но все, крутой, пока. Пока, Рок. Спасибо, что звонишь мне периодически. А мы сейчас, оп, и заедем. Так, что там еще? Все. А мы сейчас таки, оп, и заедем сюда. Нам надо тачку грейдить все-таки. Кстати, отдел для своих, ребят. Давайте-ка поставим подвесочек. О-о-о! Вот это хорошо. Вот просто поэтому я всегда беру, вот из двух возможных выборов, я всегда беру перформанс, ну, какой-то, да, деталь для машины, для ее улучшения. И, естественно, беру, конечно же, какой-то рандомный элемент. Потому что вот эти джанкмены, они просто, ну, вот видите, как грейдят нам машину. Просто великолепно. Так, двигло новое точно не открылось. Там нужен нам ИСИ какой-то на 12-й позиции. Трансмиссия тоже вроде 13-й нужен. Да, ВИГ. А вот подвеска, не помню. Подвеска, да, 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 далеко. Азот там вроде на 13-й позиции где-то откроется. На 11-й. Это не скоро. Шины могли открыться. Да, шины открылись. А это, кстати, то, что нам нужно. Управляемость повышает, прям офигеть как. И теперь машина, наверное, не так будет сильно в заносы залетать. Будет более управляемой. Так, тормоза у Вика. А нагнетатель вроде открыл тоже, да? Да, отлично. Так, у меня деньги есть. Есть, отлично, берем. Тю, блин. Сейчас тачка у меня будет просто монстр. Я-я. Так, а что поставим? Кузов мой открылся. Да вроде нет. Там нужен ВИГ как раз-таки для третьего кузова. Так, спойлеры новые есть. На самом деле здесь какого-то смысла в этом нет. То есть это можно, понимаете, чтобы как бы что-то новенькое себе поставить. Оно как бы мне сбавит только... Или машину теперь касаешь. Оно как бы немножко состояние погони моей сбавит. То есть видите, вот погоня моя, да? Вот, я не знаю, видите ли вы мышку или нет? Но, наверное, видите. То есть это как бы у меня... У каждой машины здесь прикол в том, что качается уровень погони. И на первом уровне погони с вами будут обычно любители пончиков гоняться. На втором уровне уже будут, ребята, такие ЦРУшники типа. На третьем уровне там вообще какие-то спортивные киберкотлеты будут за вами гоняться. На четвертом там вообще то ли ФБРовцы или еще кто-то там, не знаю. Ну, короче говоря, прикол в этом. И как бы какими-то капотами, какими-то там апгрейдами на свою машину, либо перекраской банальной, можно как бы это немножко снизить. Ну, если ты не хочешь каких-то там, не знаю, крутых копов. Хотя, на самом деле, в этом особого смысла нет. Как бы так себе. 2 500 стоит? Подожди. 2 500 за вихрь, капоты? Не, не хочу, нафиг надо. Это дорого. А что в отделке у нас есть новенькое? Так, тонируем наклейки, номера. Ой, приборы. Отлично. Что-то дооткрылось. Так. Ворп. Он сейчас стандартный, да? Давай возьмем, наверное, Апекс. Так, стрелочку сделаем красненькой. Стоп. Стрелочка красненькая, шкала. Давай синюю возьмем, я не знаю. Там вот такой цвет фиолетовый, типа. Циферблат. Ну, тоже, например. Ну, серый такой. Нормально. Так, корзину. Готово. Ну, вновь довольная хлеба. Вновь денежку зарабатывать. Так, спринт у нас тут есть. Еще он, кстати, 2 секундомера. Ну, фотоконтроля. Давайте на спринт сгоняем. О, машину я прям теперь слышу. Она прям такая ревет. Агрессивная такая прям. Нормально. Вот это кобальт наш синий прям летит. Аж приятный звук издает. Так, сейчас, думаю, спринтовую гонку выполним. Может быть, там какой-то еще спид трэп сделаем. И, в принципе, наверное, на этом закончим сегодня. С тазом разобрались. Теперь впереди у нас Вит. Витек. Так. Почти 6 км. Ну, нормально, поехали. Что у нас тут, новые будут противники или как? О, на лансере, на ттэхе. Вы, типа, серьезные, да? Ну, давайте я буду немножко серьезнее. Погнали. Даже делаешь отличный старт, и все равно противники тебя обгоняют. Прикольно. Блин, трек играет не особо интересный. Я его ставил для гонок с копами. И почему ты, когда с копами гоняешься, эта музыка не играет? Ну, ладно. Странно. Типа, НФС Супер Микс, или как он так называется. Такой себе трек, на самом деле, в игре. Поэтому я его и поменял. Потому что я помню, он вроде как в гонках с копами играет. Ну, ладно. Вот такой брикбит погоняем. Так, это спринт, кстати. Мы проехали 25%, а я до сих пор на третьей позиции. Что-то тут не так, ребят. О, теперь другое дело. Ну, не совсем, да. Поворот был жесткий. О, спасибо, что подогнал. Это всегда приятно. Кстати, мне еще нравится муствон, видите, как вот, ну, внешне видно, как машина твоя бьется. Там стекла трескаются. Краска вот так обшарпывается. Реально прикольно выглядит. Конечно, ясное дело, что это аркадная гонка и как бы никак на характеристики не влияет. Ну, то есть там движок не ломается и прочее. Это уже в каких-то там, не знаю, простритах добавили. Но с другой стороны все равно приятно, что визуально видишь, как твоя машинка ломается. А как-то не особо хочется куда-то врезаться после такого. Хочется как-то, не знаю, аккуратнее ездить. Ну, не хотя бы пытаться. Давай-давай-давай-давай-давай, выруливай. После всех апгрейдов, которые я на тебя поставил, ты должна просто летать. Поворачивать, как я не знаю кто. А, ну все. Финишная прямая. Две пятьсот дали, кстати. Нормально. Эй, слушай, что я тебе скажу. Любой гонщик знает, для чего нужна дорожная полиция. Ну, правильно, чтобы водить ее за нас. И тех, кому это удается, в нашем кругу особенно ценят. Так что, если хочешь создать себе имя, поиграй с копами в кошки-мышки. Побей рекорды других гонщиков. И уважение тебе гарантировано. Ну, ладно, будем иметь в виду, как говорится. Так, где у нас там спидтрэп? О, кстати, сзади спидтрэп один есть. Вот, давайте на нее и поедем сразу. Разворот. Так, парни, удачи вам там. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, сумасшедший какой, а. Так, стоп. А, нет, все правильно я навелся, да. Все правильно. Жалко, кстати, как в андеграунде втором, здесь гонщики вот просто так по городу не гоняют. Они типа боятся или еще там. Полицию. Как бы не высовываются, получается. Так, рейтинг 5000 дали. Неплохо. Йо, парень, ты вышел на нужного человека. Следующий в черном списке заводила из Кэндон-Бич. Побьешь его и катайся там как король. Интересно, что он за тип? Я позвоню. Витек, что ли? Да Витек нормальный тип. Он мне сейчас вместо 13 свое уступит, будь здоров. Так, и давай вот эту штуку мы еще сделаем. Так сказать, бонусом. Ну, еще одну спидтрэп. Так, сейчас надо как-то справа объехать, да. Чтобы лучший угол взять. Для разгона. Жалко, здесь не пишется, какая скорость должна быть. Ай, блин, блин, куда я еду-то, ё-моё. Я вообще не видел, где здесь повороты какие. Так, давайте еще разок разгон. Так. Не знаю, какая скорость тут нужна, но думаю, нам хватит. Тут обычно где-то около 150-180 км в час надо. 200. Ну, думаю, этого достаточно. А, 199. Ну, ладно. Я думал, 200 будет. О, привет, Миэм. Ну, окей. Я, если честно, не против Миэ, ты неплохая парышня. Так что, можешь на меня ставить? Знаю, я всегда буду побеждать. Так. А, что у нас тут по гаражам? Давайте вот в гараж сгоняем. И там, в принципе, закончим. Так, в смысле, если спутника потеряно? Ты что, с ума сажу? Спутник, алло. Сгоняем вот сюда в гаражик. Ну, и, в принципе, на этом закончим данный видос. С Тазом мы сегодня разобрались. И, как бы, дальше у нас тут пристают гонки, которые будут направлены на то, чтобы удивить мистера Виктора. Чтобы как-то с ним начать какую-никакую до гонку. Но этим, как вы поняли, мы, в принципе, заниматься будем уже в следующий раз. А пока что на этом все. Кстати, да, вот досе еще есть. Давайте в него залезем. Я не помню, правда, что здесь у нас интересного. Здесь вроде как общий рейтинг наш в плане полиции. В.С. Аллен. Вот он я, да? Макрид Рональд. Так, вот он рейтинг, да? 62600. 5 уходов от погони, задержаний. 5 лучших погоней. Тут, как бы, статистика гонок, да? И все. Какие рейтинги мы там брали? Ну, да, в принципе, тут ничего такого интересного. Не, ну, как бы, можно посмотреть, да? Что тут да как? Рекорды там какие-то. А что за рекорды, кстати? Длительность погони. Угу. Да, типа... Как долго погоня длилась? Вот какого-то тут погоня 30 минут гналась, длилась, да? До Рейзера. Прикольно. Это, конечно, все прикольно, но неинтересно. Так что, давайте на этом моменте закончим. Повторюсь, так же, как и всегда, ребят. Если вы тут первые, вам нравится данное прохождение, обязательно подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Обязательно также нажимайте на колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых видосов на канале. Прожимайте свои царские лайки. Оставляйте свое авторитетное и мега нужное всем и каждому мнение в комментариях. Я все читаю. Можете со мной даже там подискутировать на какие-то темы. Ну и в группу ВКонтакте и посылке в описании тоже залетайте. Там много всего интересного и полезного из мира видеоигр. Да и не только. А на этом все. Всем удачи и всем пока, ребята. Увидимся в будущих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok